Мы говорим в эфире 24-го канала с публицистом Андреем Пьянковским. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать. Слава Украине! Героям славы. Добрый день, Артем. Андрей Андреевич, тема парада на Красной площади, она остается и сегодня актуальной. Но знаете, вот еще вчера мы тешились, что каким бедным на самом деле этот парад выглядит. Мы тешились, что он отображает реальное состояние второй армии мира. Но вот сегодня британская разведка утверждает, что, мол, Путин специально отказался бронетехнику выводить. Мол, были у него вот эти парадные расчеты. Но чтобы не злить россиян, которые и тогда бы спросили, а почему этой техники нет на линии фронта. Вот, мол, именно поэтому Кремль решил этот парад вот таким вот бедненьким специально и устроить. Насколько вы с этим согласны? Ну, это какая-то очень странная логика. Ну, столько сейчас интерпретаторов путинской психологии нашлось на Западе. Да, я вообще не уверен, был ли там Путин на параде. Ну, если говорить о теме двойников, вот что меня просто бесит уже не первый год. Ну, смотрите, там были десятки так называемых ветеранов. Давайте простой просчет. Эти ветераны – это жулики, увешанные каким-то орденами, медалями. И в 45-м году самому молодому солдату было 18 лет. Значит, все эти люди должны быть старше 96 лет сейчас. Это если они 18-летние. А если они уже в 45-м году успели получить какие-то награды, это все за 100 лет. Это какая-то парад двойников сплошной. И Путин, как, я не знаю, кто же, тройник Путина был, может быть. Андрей Андреевич, сегодня идентифицировали двоих тех ветеранов, которые непосредственно якобы ветеранов. Да, да. Один из них оказался ветераном уничтожения украинских повстанцев в 50-е годы. Ну, все показное, понимаете. Гораздо важнее, мне кажется, гораздо важнее событие, чем этот фиктивный парад без танков. Было заявление господина Пригожина. Это как раз 9 мая. Когда он, я позволю себе его процитировать в вашем эфире, он воскликнул, а что если наш счастливый дедушка окажется законченным мудаком? Вот вся российская элита и глубинный народ обсуждает уже второй или третий день, а кого же, кто же у нас этот законченный мудак. Сегодня, кажется, Пригожин даже решил немножко успокоить страсти, объяснив, что он имел в виду Гурасимова. Но это не важно. Важно, что он повышает ставки в своем противостоянии к Кремлю. А вот главное, что его существенный посыл, что я тут сражаюсь героически, я почти взял Бахмут, но мне помешали предатели в генштабе, предатели в генштабе, предатели в Министерстве обороны, предатели на Рублевке. Вот этот нарратив, он как лесной пожар, захватывает всю, так называемую, патриотическую часть российского общества. Посуществует эта ситуация военного бунта. В том же своем обращении 9 мая Пригожин сообщил, что Министерство обороны пригрозило, что если он оставит позиции утром 10-го, то есть вот сейчас, в эти часы, когда мы с вами разговариваем, то он будет обвинен в государственной измене. В ответ он обвинил в государственной измене мисс Шойгу Герасимова и косвенно и главнокомандующего. Это очень серьезная ситуация. Замечательная морально-политическая обстановка в российских войсках накануне украинского наступления. Андрей Андреевич, Пригожин фактически в чем-то даже подменяет сейчас Путина в том плане, что он же дает помилование вот этим зэкам-вагнеровцам. То есть это полномочия президента. Сейчас Пригожин бросается такими громкими заявлениями. Кого бы он не имел в виду, когда говорил дед, может прапорщика, может быть Шойгу, но все равно все подумали на Путина. Так это и закрепится. Соответственно, и Путин так это должен воспринимать. И так это было задумано Пригожиным, естественно. Во что это для Пригожина выльется? Неужели Путин не чувствует угрозы со стороны Пригожина, что тот может сейчас военный переворот устроить, путь, хунту? То есть в классическом понимании этих терминов, а не как Путин их, конечно же, использует касательно Украины. И поэтому у меня вопрос. Сколько Пригожину еще жить осталось? Ну, по всем законам существования вот таких фашистских государств, которым является Россия, его должны убить. Его должны убить давно были. Конечно, это требовали Шойгу и Герасимов. Ну, поставьте себе это место. Он же не вчера начал. Он год их обвиняет в предательстве. Трососы требовал снять погоны, босиком на фронт искупать пеной. Так откуда он появился? Путин спустил с поводка этих двух псов Пригожина и Кадрёв. Кстати, характерно, что Кадрёв уже ушел в тень. Примерно в марте прошлого года, после поражений под Киевом и Сумом и Черниговом. Решалась классическая для фашистского государства проблема. Кто виноват в военных поражениях? Фюрер или бездарные генералы? Вот Путин их спустил, доказывает, что виноваты бездарные генералы. А сейчас он потерял контроль над ними, над Пригожином. Пригожин вошел во вкус и причисляет фактически и главнокомандующего к этому списку предателей и бездарностей. Ну, значит, уже нельзя. Он понимает, что его до последнего времени у министерства обороны есть же спецназ, знаменитые фарда, но они могли его ликвидировать. Но они, как бы не получив сигнала от Путина, побаивались. Но сейчас, когда он атакует самого Путина, значит, Пригожин слишком уверен в своих силах. Ну, и действительно, если вы, наверное, так же, как и я, краешком глаза следите за российским медием, за всем этим военно-патриотическим сообществом, Пригожин завоевал его. Ну, я не знаю, насчет сошедшего с ума дедушки, может быть, там есть сомнения, но все убеждены абсолютно, это общее мнение всех воюющих в России, что Шойгу и Герасимов бездарные мерзавцы, разворовавшие армию и губящие ее своим руководством. Андрей Андреевич, а может ли этот Пригожин вот чисто теоретически сейчас возглавить революцию, путь, бунт? То есть может ли он сейчас выйти с пониманием того, что, скорее всего, его сейчас в Бахмуте уничтожат, его вагнерцев? Может ли он сейчас заявить, я вынужден уйти с Бахмута, забрать, сколько там тысяч у него еще вооруженных вагнерцев осталось? И знаете, с призывом к российской армии, что нас предали генералы, нас предал верховный главнокомандующий Путин, уходим, скажет Пригожин, из Украины и с оружием в руках идем на Кремль. Вот чисто теоретически, может сейчас Пригожин пойти ва-банк и вот подобное устроить? Сегодня еще нет. Но он обязательно это сделает, если к тому времени еще будет жив, после первого такого какого-то крупного, психологически, убедительного и яркого успеха украинской армии в контрнаступлении. Да он на это и рассчитывает. Собственно, вся его риторика последних месяцев, она уже относится не к войне с Украиной, а к его борьбе за власть в поствоенной и постпутинской России. И он понимает, что война проиграна. И каждый день вбивает в сознание массы. Вот очень простой темничек. Мы героически сражались, но были преданы изменниками на верху. Теперь нам пришлось отступить. Давайте займемся расправой над предателями и тем более над засевшими на рублевке олигархами, которые разграбили страну. Вот такой социальный мотивчик еще в этот призыв вкладывает. Вот этим он занимается каждый день. Он, конечно, готовит то выступление, которое говорит, но сегодня для него еще не создано. В первый момент он сознательно играет на поражение Российской Федерации. И вот не наша с вами миссия что-то рекомендовать военно-политическому руководству Украины. Они сами все это понимают. Психологически очень важно нанести какой-то неожиданно, очень уязвимый удар в самые первые дни наступления. Вот в этот момент как раз вот то настроение, подготовленное уже к Пригожиным, что наверху все предатели, оно владеет уже всей армией, и момент будет для Пригожиным идеальный. Он идет на страницу. То есть его либо убьют до этого момента, либо он действительно по вашему сценарию выступит, но не сегодня, а при первой же крупной болезненной неудаче российских вооруженных сил. Мы в ожидании на самом деле приказа от Залужного о контрнаступлении. Вот якобы даже с минуты на минуту оно может быть. Почему так? Потому что Залужный должен был принимать участие в заседании генералов НАТО в Брюсселе, но отказался ехать и даже говорит, нет ни минуты свободного времени, чтобы в режиме видеоконференции принять участие в этом заседании, потому что вот занят. А чем он может быть занят? Ну, кроме как подготовка и непосредственная реализация нашего контрнаступления. И, конечно, вот этот психологический фактор, фактический мятеж, военный мятеж Пригожиный, это нужно учитывать и использовать. Андрей Андреевич, давайте вернемся. Вы краем упомянули о том, что якобы все-таки, скорее всего, двойник Путина был на Красной площади. И подтверждений этому несколько. Ну, во-первых, да, что на люди выходит только двойник. Ник Хэкал, Хэкхэвин, Путин тот, когда речь настоящей говорит, он постоянно вот это вот покашливает. В этот раз этого не было. Но тогда вопрос, а почему же к двойнику Путина прилетели вот все эти главы соседних государств, все эти путинские сателлиты? Почему они согласились с двойником быть на той Красной площади? Вы знаете, это очень широко обсуждается. Ну, почти для каждого из них можно найти какое-то объяснение. Ну, например, трагическое положение Армении, и Пашинян просто вынужден что-то обсуждать с Путиным о защите армян в Нагорном Карабахе, в то время как явно играет Москва сейчас на стороне Азербайджана. Вот мне показалось интересным объяснение ряда политологов, что да, ведь обратите внимание, до последнего дня с такой трагическим чувством сообщала российская пресса, что один только киргизский президент. То есть они повалились один за другим буквально 8-7 вечера. Есть версия такая, что касается среднеазиатских лидеров, им это настойчиво посоветовал их настоящий хозяин, чья оставалась Синь Цзиньпин. Дело в том, что все они 16-го числа приглашены будут в Китае на какую-то очень важную встречу, организованную в Китае. И Китай решил, что уж слишком не обострять, я неверное слово употребил, оно не характерно для китайско-российских отношений, я им сказал, не наносить, не наносить своему младшенькому вассалу уже слишком унизительного оскорбления, продемонстрировав, что вот к нему среднеазиатские вассалы не поехали, а в Пекин они дружно собрались. Вот вроде там, кстати, готовится заявление Синь Цзиньпина о так называемых гарантиях территориальной церкви суверенитета Централизиатских республик. Ведь несколько месяцев назад Китай сделал такое заявление относительно того же Казахстана. И это прекратило разговоры о Москве о северных территориях и прочих таких болезненных имперских фантомных болях в отношении Казахстана. Вот такое объяснение, ну, мне представляется, по крайней мере, похожим на правду, а других я не вижу. Тем более для Такаева, но который себя очень достойно вёл, помните, ещё в ноябре 21-го года, когда ещё не ясно было, что Москва проиграет войну в Украине. Они угрожали тогда всему миру, грозили НАТО, собирайте манатки и выбирайтесь. А Такаев лично в лицо президенту Путина объяснил очень наглядно, почему он никогда не будет признавать так называемые Донецкие и Уганские республики. Вот эта версия похожа на правду. А почему Лукашенко тогда так неожиданно сбежал? Почему он не остался на ужин? Действительно его отравили или плохо себя чувствовал? Вот официальное пояснение, мол, у него свои торжества в Минске были, и он туда торопился. Но... Ну, Лукашенко-Путин – это вечная тема. Это 30-летняя тема, которая началась ещё с отношений Ельцина-Лукашенко. Ведь не Путин первым начал выкручивать Лукашенко руки, заставляя его стать секретарём Минского обкома. Вот эта драма у них протекает десятилетиями, и тут трудно уследить за конкретными поворотами в конкретный день. Но видно было, что он действительно очень плох. Но они все были очень весёлыми. Но он даже не мог дойти до памятника неизвестному солдату, его на какой-то... Ни-то на коляске никакой, на машине, понимаете? Вот все ожидают, когда Путин отдаст концы. А вот в этой гонке на лафетах Лукашенко может его опередить, мне кажется. Андрей Андреевич, и к событиям дня сегодняшнего Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Вот так это сформулировано. И что интересно, два пункта этого его указа, они там засекречены. Что может быть в этих пунктах, и выходит, что? Всё-таки вот, как ни крутя, мобилизация продолжается. Ну, а на указ от мобилизации же не отменён. Никаких специальных. Об заказы секретных пунктах, наверное, термин военные сборы заменяется участием специальной военной операции. Скорее всего, так, так, именно так. Спасибо за то, что подтвердили эти предположения. Если можно, ещё ваши размышления. Вашингтон-Пост пишет, что Лондон до сих пор в раздумьях, давать ли Украине шторм-шэдоу, авиационные ракеты на 300 или 500 километров. А вот политика пишет, что американцы в этом вопросе непоколебимы, и всё-таки атакамсы Украине они не дадут, даже если британцы всё-таки решатся дать нам свои ракеты. И вот возвращаемся к вопросу о непоколебимости Джо Байдена давать нам эти дальнобойные ракеты. Почему так? Ну, давайте, тут две есть новости. Одна не очень приятная, но другая политику иначе формулирует. Она формулирует, что Британия уже приняла решение и уже передала эти стом-шейды. Кстати, стом-шейды для этой крылатой ракеты воздушного базирования дальности их никто не знает, как минимум до 700 километров. Это очень хорошая новость, и она не случайна. Вы же помните, что ещё на Мюнхенской конференции по безопасности Риша Сунок заявил, он там много интересных вещей сказал. Он сказал, мы первые дали танки, мы первые дадим и самолёты, и ракеты. У Украины должны быть льдобойные ракеты, и не только бывшие советские, но и западные самолёты, и мы дадим стом-шейды. Ну, я уверен, что на сегодняшний день в Украине есть средства огневого воздействия, достигающие всей территории Крыма. Вот нам столько раз, наш большой друг, генерал, боже мой, бывший, выпала фамилия, командующий силами Америки в Европе, он показывал нам, Бен Ходжес, конечно, да, Бен Ходжес, он всё время нам любил показывать карту Крыма, с точками, которые поражает Хаймерс, после того, как их дальность была увеличена вдвое, с 80 или же 160 километров, но этого недостаточно было для Севастополя, для южной околечности Крыма. Операция «Весенние наступления Украины» это совместная операция Пентакона и Министерства обороны Украины. Она же, штабные так называемые учения с участием на заключительном этапе зауженного Мини проходили два месяца в Исбадене. И, конечно, ключевым идеей этой операции является уничтожение дальнобойным огневым воздействием всех военных объектов в Крыму. Конечно, такие ракеты уже есть в Украине, и, судя по вчерашним сообщениям, скорее всего, это Стамшейдер. Ну, что касается американских колебаний, ну, мы знаем о них, там идёт внутренняя борьба, она обострилась, между прочим, в последнее время. Вы вспомните, как яростно защищает сейчас позицию Украины госсекретарь Блинкин. Он каждый день говорит, ни в коем случае никаких переговоров о мире. Украина должна получить всё, чтобы она смогла освободить все оккупированные территории. Он не нам это с вами доказывает. Он доказывает своего оппоненту, господину Селливану, который вот всё торможение с ракетами СФ-16 исходит от этого человека. И колебания Соединённых Штатов на каждом этапе связаны с его деятельностью. При всём при этом Белый дом накануне даёт военной помощи ещё на рекордные миллиард двести миллионов. То есть, ну, на самом деле суммы-то сумасшедшие, если суммировать всю военную помощь. Ну, картина одна и та же, и об этом хорошо сказали. Наша проукраинская партия в Белом доме, Блинкин, всё время побеждает Селливана на каждом этапе. Ну, начиналось, что нельзя давать дживелины, нельзя давать гаубицы, нельзя. Но побеждает всегда с запаздыванием. И правильно говорил Зеленский, что это запаздывание, цена этой запаздывания жизни тысяч, а может быть, десятков тысяч украинских солдат. Я надеюсь, что уже, когда развернётся сражение, в ходе боевых действий коллективный Байден будет более решителен, и самолёты F-16 тоже появятся в воздухе Украины. А иначе... А где же? Напрашивать за вопрос. А где в эти дни будут замечательные лучшие украинские лётчики, которые уже несколько месяцев в четырёх странах НАТО обучиваются на этих самолётах? В Великобритании, США, Польше и Франции. Конечно, они за штурвалом этих самолётов появятся в украинском небе. Очень-очень, на самом деле, на это надеемся. Андрей Андреевич, вот сегодня ещё новость пришла о том, что обломки ракеты Х-22, которые обнаружили в конце апреля в Польше, а запустили, видимо, ещё в прошлом году. Вот сегодня всё-таки собрали доказательства, что это российская ракета. И вот по вашему мнению, когда будет официальное заявление о том, что Х-22 российская упала в польском бытгоще, причём это 400 километров на минуточку от украинской границы, это очень далеко. Вот будет ли это иметь какие-то последствия? Ну, помните, какая паника развернулась тогда на Западе, как все старались доказать, что нет-нет, ни в коем случае, это не русская, это украинская ракета. Но не рвутся они выполнять свои обязанности по пятому пункту устава НАТО, потому что атака на территорию страны НАТО требует такого коллективного ответа. Но это правила игры, которые мы приняли, понимаете? Они не готовы посылать умирать своих солдат на украинской земле. Украина одна должна защищать и себя, и весь западный цивилизованный мир от восточных ворота. Это понятно. Ну что ж, в этом случае тогда должна быть ценой этого контракта, условия этого контракта, полное обеспечение украинской армии всем необходимым для защиты того же НАТО от нападения России. Андрей Андреевич, спасибо, что нашли время пообщаться, спасибо за вашу аналитику, за ваши ответы и пояснения. Публицист Андрей Пянтковский был на связи со студией 24-го канала. Продолжение следует...